Здравствуйте, Мурат! Очень рада вас видеть в Черкесске, в пресс-центре ГТРК Карачева-Черкесия. Когда вы приехали из Петербурга в Карачева-Черкесию? С Петербурга я приехал буквально полтора месяца назад. Приехал в родительский дом, помогаю, скажем так, в семейных вопросах, в бытовых вопросах. И, соответственно, параллельно отдыхаю, это моя родина. Я, скажем так, по ней очень сильно скучаю, где бы я ни был, сколько бы я ни жил. А в Петербург, вы не поверите, вот, знаете, вот совершенно случайно уехал. Занимался я в свое время запчастями тут, запчастями, черным металлом. То есть, ну, как бы, скажем так, был молодым коммерсантом, было свое ИП. И в одно время есть у меня такой друг детства, Тавшунаев Адам. Он работал оперативником в Адыге и уехал в Петербург. И вот он мне позвонил, Мурат, приезжай в Петербург, хороший город. Вот я к нему поехал просто в гости. Я никогда не думал, что я буду работать в силовой структурах. Поехал в гости, там, ну, побыл у него, там, 3-4 дня. И он начал уговаривать, чтобы я остался. Вот не поверите, город понравился, я остался. Второй этап уже был, Адам начал меня уговаривать, чтобы я устроился в систему МВД. Я говорю, Адам, давай так. Я говорю, никогда об этом не думал. Но если суждено, я устроюсь. А он на тот момент был уже старшим оперативником, замещал начальника розыска территориального отдела Санкт-Петербурга. По-моему, 36-й отдел был. И я говорю, давай так, пройду все медкомиссии, устроюсь. Не пройду, значит, не суждено. Вот я взял и прошел, устроился. Только я начал работать по воле судьбы. Он работал в территориальном, скажем так, отделе. Я устроился в транспортную полицию. Попал, скажем так, своему же земляку, Алботову Игору Муратовичу. Он на тот момент был начальником тыла, морского отдела милиции. Я начал, хотя было у меня высшее образование, но сказали, давай, первый этап начнешь с милиционера. Начал с милиционера, потом с инспектора, старший инспектор, там, начальник службы вооружения. И вот, в принципе, вот так и началась у меня карьера и жизнь в Петербурге. В каком году это было, брат, и сколько лет вы уже там? Ну, это был 2004 год, март месяц. Я уже более, скажем так, 19 лет в этом городе. И отслужил в системе МВД общий, скажем так, стаж. У меня более 20 лет. Это с армией и самой службой в системе МВД более 18 лет. И на сегодняшний день, конечно, ну, многие люди дорабатывают и 25, и 30, но я решил уйти в 20 лет. Я сейчас пенсионер. Я ушел, в принципе, с подполковничьей должности, но ушел майором. Вот, ушел майором, но я работал в самом управлении. Я курировал 11 регионов, там, начиная от Калининграда, заканчивая там с Иктывкаром, Архангельском и Золотым кольцом России. И курировал именно направление вооружения, средства вооружения. Там контролировал наркотические средства, изъятые, скажем так, и хранящиеся в территориальных отделах. Ездил с проверками, работал в самом аппарате управления в Санкт-Петербурге. Млад, я знаю, что вы большой патриот своей родины. Несмотря на то, что вы много лет уже живете в Петербурге, я на мероприятиях 3 мая в Петербурге видела, как вы готовились, как вы относитесь к датам. Вот какие даты вы в Петербурге отмечаете? Вот у нас в основном отмечаются, скажем так, ну, как бы начнем с религиозной стороны, мы же все-таки мусульмане. Мы постоянно собираемся на Курман-Байрам, есть у нас, скажем так, и фазенды в Петербурге, где мы режем скот, там, барашек на Курман. Собираемся нашей общиной, накрываем столы. Также собираемся на Уроза, постоянно собираем, ну, стараемся собрать и молодежь, и старшее поколение. Мурат, я знаю, что вы большой патриот своей малой родины. Какую работу вы еще проводите для души, для поколений будущих, так скажем? Ну, какую мы работу проводим? Мы стараемся, чтобы все-таки мы карачаевцы, балкарцы, там, я не знаю, и другие национальности, в первую очередь касаемо своего народа, чтобы не забывали свой язык. Мы и проводим занятия, проводим занятия элементарно по, скажем так, адепт на мыс, это наша этика поведения, адепт, ну, чтобы молодое поколение знало, скажем так, было правильно воспитано. Вот в этом направлении работаем, также направление спорта курируем. И в основном, конечно, Петербург – это такой мегаполис, куда постоянно приезжают люди, гости, и практически вся жизнь у тебя связана со встречей и с проводами гостей. То есть, если у нас в Черкесске или в Карачаевске, у нас есть у каждого свой дом, мы разошлись и разъехались по домам. Там приезжают гости, соответственно, им нужна квартира, или какие-то у них вопросы или проблемы. Ну, как бы живем жизнью нашего народа и наших гостей. Скажите, как часто получается бывать в отпуск на своей малой родине? Ну, когда работал в системе МВД, отпуск давали до 30 дней, это потолок, и давали в разное время года. Больше 30 дней у меня за раз не получалось. Ну, я пытался его делить, как бы делил отпуск, и пытался раза даже иногда, получается, раза три в год приезжать к родителям, ну, чтобы хотя бы их почаще видеть. Сейчас, конечно, я уже пенсионер, и уже времени побольше. И сейчас, конечно, уже бывают два месяца. Вот в этом году это для меня такое, знаете, огромное благо, два месяца у себя на родине. Где бы ни жил человек, Мурат, если он горец, это у него в крови. Вот когда вы приезжаете в Карачаево-Черкесию, как вы проводите отпуск? Смотрите, у меня вообще исторически сложилось так, что первовосходительный альбус – это Киляр Хачиров. И стараемся идти по его стопам. Я с детства вырос в урочище Кюльдор-Бун. Это по материнской линии у дедушки. У меня караев поселил дедушка, который держал и скот, и пасеку. Я с трехлетнего возраста уже на коне. В пять лет я мог сам спокойно сесть на коня и уже там пасти овец. В шестом-седьмом классе я их уже обучал, этих коней. Объезжал, правильно сказать. И, конечно, мы внутри горцы, и мы каждый год постараемся. Ну, начиная с 2019 года я был на Эльбрусе, покорил, ну, не покорил, взошел на обе ее вершины, покорить Эльбрус невозможно. И на западную, с Терскола по классическому маршруту. И на более тяжелый маршрут – это с севера на восточную вершину. Ну, это по стопам своего предка, Киляра Хачирова. В этом году был урочище Джамагат. Мы там делаем в большей степени такие марш-броски подготовительные. Там километров 10 берем и выходим на максимальную высоту. Также был в Аманаузе, в Архизе пик пионеров. Для меня горы – это, как у нас укорочаются, говорят «таулу», «таудан той мас», «таудатур масадеп». Горец не может насытиться горами, когда он там не живет. Соответственно, вот это касается пословицей меня. Я в горах не живу, и не поверите, приезжая сюда, у меня такое ощущение, мне хочется оббежать, обхватить, обнять эти все горы. Ну, внутреннее вот такое у меня состояние к горам. Какую работу по архивным документам вы еще ведете? У нас есть старые песни про Хайсу. Мне дедушка мой, Аллахан Детлет, его уже нету, он мне с детства говорил, что Киляр Хачиров – это наш первовосходительный альбус карачаевец. У меня на сегодняшний день более тысячи страниц. Это книг, у меня три книги. Это книга Купфера, Мейера, Менетрия, нет, четыре, и Ленца. В основном пишут Ленца и Купфер. У меня они частично переведены, некоторые книги полностью. И более 350 документов архивных. Это также Купфер, Ленц, Мейер, Менетрия, где они пишут, что Киляр был карачаевцем. Вот сейчас идет работа по переводу этих книг. Скоро я их опубликую уже. До этого мы сделали научную работу, статью. Даже есть портрет Киляра Хачирова на фоне Чуана. А так у меня очень много, скажем так, архивных материалов. Вопрос сейчас стал в переводе. Очень тяжелый язык старо-французский, именно Купфер. Пытаюсь до конца перевести. Частичные переводы есть. Спасибо большое, Мурат, что нашли время и ответили на наши вопросы. Очень были рады вас видеть в Черкесске. И до новых встреч. Вам тоже огромное спасибо. Будут какие-то мероприятия, мы обязательно вас пригласим. Следующий год, я надеюсь, мы увидимся в Карчурте. У нас будет сбор Тукума-Хачировых, большой сбор. Обязательно пригласим. А в Петербург тоже будет какое-то значимое мероприятие. Обязательно дадим знать. Обязательно приезжайте в гости, ждем вас. Продолжение следует...